Волга Соперник Волги по пятому туру, Симбис, таким кардинальным имиджевым трюком прибегать не стал Да и зачем? Три потерянных очка в матче с погодой пока единственный минус в игре еще одного фаворита сезона Куда важнее настрой игроков при каждом выходе на мини-футбольную площадку Каждая игра для нас важна, поэтому мы не сравниваем аутсайдер или фаворит Для нас каждая игра это бой Ребят, я ничего не хочу вам говорить, вы все прекрасно понимаете, знаете, все сказано, нужно дело сделать и все Встреча ожидаемо началась с позиционных атак Симбирска, правда особых моментов у ворот Волги не было Да и голкипер Дмитрий Красильников на первых минутах действовал очень кубнокровно Чего не скажешь о его визаве из Симбирска Денис Андреев фактически подарил мяч Ивану Кузнецову, который без помех открыл счет Симбирск не изменил своей игре и отыгрался после долгой атаки Это Родион Казаков оказался в нужное время, в нужном месте, после отскока А вскоре Марат Сафин блеснул, нет, не мастерством, а настырностью В моменте, когда казалось, что Красильников и защитников контролируют мяч Сафин изловчился и протолкнул мяч в ворота 2-1 Симбирск Очень интересная игра, пришло много болельщиков У меня даже друзья с Димитрова приехали, увидев, что такой матч, что играет основная Волга Ребята, которые даже не ездили, попросили со мной приехать, посмотрели такой матч И как бы аудитория такая впечатляющая собралась Я думаю, оправдали ожидания болельщиков Правда, перед самым перерывом Сафин едва не стал антигероем первой половины Без особой надобности он нарушил правила в центре поля Это был шестой фолл Симбирска Судьи назначили дабл-пенальти И быть бы ничьей, но действующий чемпион в городе выручил Андреев Отбив пушечный удар Радика Хайрулова Второй тайм Симбирс начал так, словно счет не был открыт Момент за моментом получал капитан команды Андрей Манышев Из третьей попытки все же отправил мяч в девятку Создав Симбирску преимущество в два гола Вот только соперник не собирался сдаваться Дмитрий Романов очень плоднокровно разобрался с Алексеем Цыганцовым И отправил мяч в дальний угол А еще через несколько минут Денис Андреев на выходе из ворот Зарядил в ухо нападающему Каймана Ивану Кузнецову Это желтая карточка галкиперу и пенальти Радик Хайрулов со второй попытки не промахнулся До финального свиска оставалось чуть больше 7 минут Начали вот эти гонки устроил, то есть атака на атаку У Симбирска много моментов, у нас много и просто не повезло Это не повезло случилось за полтора минуты до конца матча И имя ему Марат Сафин После перехвата Евгения Садюхина он сместился в центр И неотразимо побил с правой Хотя все наверняка ждали от него выстрела с любимой левой Так Симбирск одержал голевую победу 4-3 Волевой победой в пятом туре отметилась и Динамо Не побеждавшая до этого еще ни разу Битвы о усайдерах с Симкором динамовцы пропустили первыми Но затем благодаря дублю Кирилла Дерябина набрали свои первые очки в чемпионате Погода также пустила в свой дом только один гол Но это был гол престижа До этого лидер чемпионата трижды поразил ворота контактора Еще надежнее в обороне сыграл Кристалл Голкипер команда Атон Загородников ушел с поля сухим А нападающие команды порезвились на славу 8-0 против Вертера Итоговая почти крупная победа Момбирейта Надавангарден не должна никого вводить в заблуждение Интрига у матча сохранялась до 48 минуты Пятый тур выявил тройку явных лидеров В нее вошли Погода, Момбирейт и Симбирск Отрыв этого призового фонда от середнячков Воги и Кристалла Уже как минимум 4 очка Динамо хоть и обыграло в очном противостоянии Симкор Но пока в зоне вылета В следующем туре, который венчает треть чемпионата Нас ждет еще одно супер противостояние Волга против лидера чемпионата Погоды Для Каймана это будет один из последних шансов зацепиться за погоню А для Погоды победа зажигает зеленый свет Если не к чемпионству, то к медалям точно О том, как сложится этот и другие поединки шестого тура Через неделю на портале Ульяновской правды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok